Наталья Викторовна Настенко Вы стали счастливым обладателем орхидеи, вам ее подарили или вы ее сами купили. А я думаю, что после первого выпуска нашей передачи про орхидею наши телезрители приобрели этот цветок. Конечно, пошли в магазин и купили себе такой прекрасный экземпляр. Конечно, рано или поздно вы должны будете орхидею свою пересадить. Пересаживают орхидею не часто, раз в 2-3 года. Согласитесь, опять же, не каждую весну, как практически все цветы мы пересаживаем. Раз в 2-3 года пересадка и той, потому что субстрат, я не называю это почвой, потому что это действительно не земля, в которой растет орхидея, это субстрат. Субстрат начинает закисляться от частых поливов, от подкормок орхидеи. Он начинает разлагаться, появляются и заболевания, он хуже, он спрессовывается, хуже пропускает воздух. Поэтому вы сами заметите, что через 2-3 года ваша орхидея начнет не так активно расти, вы сами поймете, что ее нужно пересаживать. Но еще пересаживаем в том случае, если вы видите, что орхидеи мало места, у нее очень много появилось корней воздушных, которые уже просто выбираются из горшка и норовят пробраться в другом экземпляру. Или видите, когда поливаете, ухаживаете за растением, что корни потемнели, что-то не так с корневой системой, тогда обязательно нужно ее пересаживать. Пересадка совершенно не сложная, просто нужно к ней подготовиться, приобрести самое необходимое. Итак, Наталья Викторовна, что необходимо для пересадки орхидеи? Орхидея растет в прозрачном горшке, или в стеклянном, или в пластиковом, для того, чтобы корни могли заниматься процессом фотосинтеза, потому что она поглощает питательные вещества из воздуха, из воды и из субстрата. Поэтому горшок должен быть прозрачным. Горшок возьмите побольше диаметра, чем тот, в котором растет ваша орхидея. На 2-3 см сразу большой горшок не берите, то есть чуть больше горшок по диаметру. Дальше нужно купить субстрат. Чаще всего субстрат мы покупаем в магазинах. Субстрат – это измельченная кора и сосны, и дуба. Можно купить мок с фагнум. Обязательно приобретите дренаж, это может быть мелкая галька, мелкий керамзит, полистирольные шарики. И обязательно вот такую бамбуковую палочку, которая нужна будет для подвязки. И обязательно вот такие пластмассовые держатели, прищепки. Металлические палочки не годятся в данном случае, иначе не будут травмировать корневую систему. Так что вот это все приготовили для пересадки, и можете приступать пересаживать свою орхидею. Как правильно провести пересадку, на что необходимо обратить самое пристальное внимание? У орхидеи корни вроде бы и мощные, но в то же время они очень хрупкие, ломкие. Поэтому пересаживать нужно с максимальной аккуратностью. Не просто вы вытащили, пересадили в другой горшок, насыпали субстрат. Нет. Она очень страдает, когда вы во время пересадки ломаете ей корни. Поэтому первый шаг наш. Нужно аккуратно вытащить орхидею из старого горшка. Если она росла у вас в стеклянном горшке, то можно взять ножом и по краю горшка пройтись ножом, чтобы субстрат легче вытащился. Субстрат вместе с корнями вытащился легко из горшка. Потому что за время роста вот эти корни ее так переплетают эту кору, что и практически ее отделить от корней невозможно. Спрессовывается просто. Если же у вас пластиковый горшок, вы можете просто его немножечко обмять, чтобы легче вытащить корневую систему растения из горшка. Если не вынимается, взяли ножницы, разрезали свой старый горшок и выбросили, сажаем в новый, вытащили. Если вы видите, что на корнях очень много вот этого старого субстрата коры и плохо отделяется, возьмите и замочите свое растение в воде. Возьмите емкость, какую-то небольшую кастрюлю или таз, налейте воды теплых градусов 30 и опустите свое растение на полчаса. Пусть вот эта кора, которая просто приросла к корням, пусть она немножечко отмокнет. А в это время берете горшок, который вы приготовили для пересадки, насыпаете туда дренаж. Обязательно в горшке должно быть отверстие для стока воды. Но это истинно прописная. Положили обязательно дренаж. Он очень нужен для того, чтобы не заставилась вода и не загнивали корни орхидеи. Через полчаса вы посмотрели, вытащили свою орхидею. И постарайтесь аккуратно всю вот эту кору постараться с корней счистить. Но делайте это аккуратно. Не получается, может быть, под душем ее пролить, чтобы не руками отламывать, не ломайте ни в коем случае корни. Обобрали кору, которая была на корнях. Теперь просмотрите корни. Они должны быть, я говорила, серо-зеленого цвета. Если корневая система коричневая, загнившая, сухие корни, все аккуратно обрежьте. Возьмите ножницы, продезинфицируйте их спиртом. И все корни, которые больные, старые, засохшие, обрежьте до живой ткани. И вот эти срезы желательно обработать или активированным углем измельченным, или древесным углем. Не используйте спирт, зеленку, йод. Некоторые обрабатывают корни орхидеи после обрезки вот этими препаратами медицинскими. Вы только обожгете корни. Поэтому только древесный уголь. Или порошок корицы. Вот это тоже можно использовать. Обработали корни, посмотрели. Корни у нас нормальные, чистые. И растения ставим в новый горшок. А вокруг насыпаем кору, которую мы купили в субстрат в магазине. И аккуратно, не приминая руками, пальцами, чтобы не обломать эти корни, мы аккуратно засыпаем вокруг корней субстратом. Можете немножечко постукивать горшком или вот этой палочкой вот немножечко уплотнять вот этот субстрат. Засыпали, пусть несколько воздушных корней останутся у вас на поверхности. Эти корни тоже очень важны. Поставили палочку для удержания. Потому что орхидеи, когда начинают цвести, у них, как правило, цветонос повернут по-разному. Он не растет вертикально прямым. Он изогнут, закручен. Палочка нужна для поддержания. И часто орхидеи начинают наклоняться у вас в горшке. Чтобы этого не было, обязательно вам бамбуковую палочку ставим в центр горшка. И прикрепляем цветонос вот к этой бамбуковой палочке. Пересадку, понятное дело, делаем тогда, когда растение не цветет. Вот когда оно цвело, тогда, будьте добры, пересаживайте его. Пересадили. Горшок ставите не на подоконник, где-то в более такое темное место. Для того, чтобы прижилось растение, чтобы корням не было так тяжело перенести вот этот стресс. И не поливаем неделю. А вот через неделю можете уже начинать полив орхидеи методом погружения. Не кормим орхидею месяц, пока не зарастут корни, вот эти раны на корнях. И не поливаем неделю потому, чтобы с водой не занести инфекцию на открытые корни. Вот так делается пересадка. Как видите, совершенно ничего сложного и ничего такого супер трудного в этом нет. С уходом за орхидеями мы разобрались. С пересадкой тоже. А возможно ли орхидею пересадить самостоятельно? И как и в какое время это можно делать? Разможить орхидею можно и очень легко самому. Если вам какой-то экземпляр очень нравится, вы можете легко это сделать. Но я не сказала о том, что когда орхидея цветает, у нее остается голый цветонос. Без цветов. Так вот, вы не спешите удалять этот цветонос. Некоторые делают большую ошибку. Тут же взяли секатор, ножницы и удалили. Мол, отцвела орхидея, нечего вот этому пустому цветоносу здесь находиться. И ждут появления новых цветоносов. Так вот, я вам хочу сказать, что вот этот цветонос, он будет отдыхать. Если он у вас не засох полностью, не стал коричневым, сухим, древесным, такой цветонос мы обрезаем. А если он зеленый, просто без цветов, пусть он остается на месте. Я больше чем уверена, что через месяц-полтора на этом цветоносе начнут процыпаться почки. Из этих почек появятся новые цветы. Вот так, как у нас случилось вот с этим цветком. Вот он, у нас цветонос. На нем были цветы. Он отцвел. Мы его оставили. И вот в спящей почке пошел побег. Опять цветок. С этой почки то же самое. Пошел цветонос новый и новые цветы. Так что цветоносы мы не срезаем. А вот если вы хотите размножить себе орхидею, то вы вот этот цветонос после цветения срезайте. Срезали его. Разрежьте его на несколько частей, чтобы на каждом черенке была почка. И положите его на влажный мох к свагну или в контейнер с песком. Накройте, опрыскивайте с пульверизатором водичкой, чтобы там было тепло градусов 25. И через месяц-полтора ваши вот эти почки на черенках проклюнутся и дадут новые листочки, которые вы можете посадить в горшок. Так можно размножить очень легко орхидеи, вам понравившиеся. Спасибо, Наталья Викторовна. Оказывается, за орхидеями совсем не сложно ухаживать. А мы желаем удачи в выращивании орхидеи у вас дома. Вы смотрели программу «Грядки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. До свидания. Удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok